Здравствуйте, дамы и господа, это канал Горгенко, и это игра под названием Остаж the Berlin Wall, играем мы за GTR, играет условно говоря расслабляющая музыка, ну прямо она нельзя сказать, что расслабляющая, но все же Итак, ну я пытался, конечно, забрать себе и ФРГ, но что-то мы, по-моему, перемудрили и в одних событиях поддерживали свою независимость, в одних, наоборот, соединение и то я не уверен, что соединение это имело ввиду к тому, что оно соединится, то есть я соединюсь под своим главенством, в общем, и знаете что, ну самое страшное, наверное, не стоило делать, знаете что не стоило сейчас скажу в общем, нельзя было объявлять, что мы ядерная держава, теперь нас изолировали от внешнего мира в СССР, Варшавский договор и реформизм мы копим деньги атомные реакторы, атомные реакторы алкогольный завод поддержка народа падает очень сильно, вистальги нарастают, уровень жизни такой нормальный телецентр, приватизировать развиваем ядерный полигон, поддержка народа, недовольство НАТО, одобрение СССР минус 0,2, нельзя в столице, 1 регион, единство партий, поддержка регионом бюджет и поддержка народа вот так пропаганда теперь усилила свое вещание поддержка народа, минус 0,1, прелестно, прелестно, единство партий нарастает а стоит ли менять свободу вообще какая тихая, но приятная музыка пошла речь одобрение СССР ну она упала, там уже СССР на удивление развалился у нас ранили Ельцина и поэтому выборы отложились в СССР временно хотя надо дать ему развалиться, кстати говоря она не либерализировалась в Венгрии, варшавский договор, либерализм пригласить в экономический союз, военный договор дипломатическая репутация меньше 20, они не в УВД, они в СЭФ мы в УВД Польша финансы, экономический союз оказать помощь спецслужбами военный договор ну, поможем сдержать варшавский договор падший Ходжи, бессмерный линер Албании умер в 85-м году его преемником стал Рами Салий который целиком поддерживает линию Ходжи, но умерил резкий размах репарессий провел политический амнистий рядовых граждан и сделал послабление в сфере лирики и культуры все это прямо или косвенно повлияло на ситуацию в стране и прямо сейчас в албанском городе Шкодере начались волнения за либерализацию а протестующие уже скинули памятник Сталину и выступили в противостоянии с полицией так сумею справиться про албанская ситуация опасный президент Ходжи Козла отпущения вот этих, да ой ну, к сожалению, я там скликнул скликнул не поддержали режим репрессии репрессии франции инвестиции договор о дружбе но мы это не можем ничего сделать к сожалению платные платные границы и репрессии проходит авторитарный правитель мы поддержка народа нормализована Индия провокация новую индо-покитанскую войну ИНК у власти либерализм контракт политического убежища партапарату подписан контракт ИНК у власти положить ну давайте положим может что это даст вообще говоря а, это единство партии увеличивает мы складываем деньги в банк в швейцарский и партия становится тут же лояльной ну что, хитро бескровный переворот в результате экономической нестабильности в Алгарии и соцблоки произошел самый бескровный переворот среди социалистических спецслужб Живков был отстранен от власти пленом ЦК БКП осудил Живкова и исключил его из партии в Алгарию возглавил Петр Младенов объявивший о демократизации всех сфер государств в связи с этой ситуацией мы можем подправить послов и установить дипломатические отношения для пакта признав новое правительство возможно нам стоит придерживаться линии Москвы и не вмешиваться дабы не усугублять обстановку или можем дать политическую убежь Живкову и разорвать отношения с Болгарией что несомненно повлечет за собой недовольство Москвы и Запада как вариант можем задействовать спецслужбы и заключить негласный договор о взаимоподдержке с Младеном если он утверждает что не работает по заданию из Москвы и дать убежь Живкову да сегодня правительство ГНР полностью разорвало дипломатические отношения с Болгарией заявив о недопустимости государственных переворотов спланированных из дне и вызвало убежь Живку в Москве и Запад очень недовольны нашей политикой а Живку уже выступил в стиле обращения в своем народу о защищении идеалов социализма но это ты зря конечно Болгарией спецслужбами варшавский договор реформизм к сожалению они еще не либерализировались но не даем далее наши граждане выезжают в Болгарию в Румынию кто-то просто покидает нелюбимую страну а кто-то пытается из них выехать страны западная итак перекрыть границы и запретить въезд в Румынию и Болгарию запираем страну и не выпускаем никого народ остался недоволен и распространяя слухи о лучшей жизни на западе ну ничего потерпит к сожалению у нас тут уходит ну почему Милошевич то почему там демократия как же так то демократии там быть не должно мы не пустим демократию ну что ж в следующий раз можно сыграть конечно же за этого это сыграть за демократическое государство но мне кажется это статус вистальгии суверенитет ситуации афганистан 75 сепаратисты оказать помощь милоши не можем гуманитарное военное ждем но к сожалению мы тут ошиблись что впустили послов в свою сторону потому что ну не послов а инспекторов международных которые были очень хитрые и коварные контроль левыми силами права не получены алжир авторитаризм тесная торговля ну кое какую поддержку она дает вистальгии нарастает плохо спецслужбы ставим военная база вистальгии бюджет агентурная сеть наука подождите-ка а представьте если приватизировать атомная станция что будет так 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 военную базу приватизируем частные военные они сбунтуются тогда если они будут частными консерваторы в ссср деньги поддержка народа падает до сих пор странно уровень жизни нарастает неплохо инвестируем в страну мы промышленность надо строить быстрее но пока что у нас Йемен нефть консерты не помогли инвестируем в нефтедобычу нефть надеюсь это как-то поможет нашей слабой и уязвимой экономики время идет политика поддержка народа вистальгия что тут у нас такое бархатная революция после разгона студенческой демонстрации в чехословакии масса уволнения на воцлавской площади собралась многотысячная демонстрация требующая строение кпч от власти готов покинуть политическую арену и готов передать власть позиционирующую связь реформистской стороны чалфи наши спецслужбы предлагают дискредитировать дубчика глубоко связанную за позицию для того чтобы хоть как-то умитровить обстановку этого потребует возможное отношение в стране с другой стороны оставку вузок это востребает социализм с человеческим лицом может нам пора сменить Москву дискредитировать дубчика решив не сидеть сложа руки мы решили задействовать спецслужбы дабы не выпускать ситуацию из-под контроля через специальные каналы в чехословакии были пущены слухи о коррумпированности дубчика и его злоупотреблении служебной полномочии самые смелые слухи согласили даже о неоднократных случаях и донасиловании миссистор службе эти слухи стали достоянием общественности правительствующих словаки возбудило уголовное дело против дубчика а он стал навсегда очерненным в глазах народа товарищ Чалфа был утвержден президентом а генеральный секретарь КПЧ начал формировать новое правительство и объявило проведение реформ исключило статью Конституции о лидерстве КПЧ введение свободы слова митингов многопартийности ликвидации чех партий на заводах и в армии затем началась работа реорганизации государственного устороствующих социалистическая республика стала чехословацкой федеративной социалистическая республика но рано или поздно расследование закончится оппозиция отправится такого удара нельзя допускать такого оппозиция не должна ни в коем случае отправиться у нас деньги заканчиваются статистика у нас экономика сжимается это быть я не верю в такое показатели я в это не верю просто-напросто не верю уровень суверенитет уровень жизни вырастет поддержка народа вырастет кcentра а эти суверенитет мы же с уверенитет итак пока что копим деньги ой денег совсем мало у нас экономик надо развивать экономику промышленность промышленность развиваем копим деньги копим деньги копим 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 деньги счет партии секретный счет партии статистика нас сожалению ну вроде как дефицита у нас нету к сожалению нас все стороны отвернулись стабильность соцлагеря падает ну хотя на сейчас стабильно но он скоро похоже развалит варшавский договор и реформизм к сожалению для нас можно поиграть и за демократическое государство почему бы и нет реформировать страну неплохая такая идея согласитесь поддержка народа как сильно падает ой как сильно падает поддержка народа вы только сгоните вистальгия нарастает но это ладно еще юг север промышленность промышленность пусть деньги будут хоть какие-никакие деньги пойдут у нас казну поддержка народа война в алжире гуманитарная эксклюзивные права добычи ресурсами мы не евро интегрируемся права не получены деньги какие-никакие мы получаем давайте к политику речь проведем выступление перед надором внешняя угроза и сплоченность ради победы но это вистальгия только слегка снизила и все громогласная ретрорика призывающий весь народ сконцентрироваться против внешнего врага западных империалистов и ревизионистов которые готовы разрушить нашу страну догнать всех нищету ради своих шкурных интересов вдохновляющая речь нашла немало сторонников по нашей стране однако не москва не запад не довольны этими истерическими высказываниями ну переживут у нас есть атомное оружие которое мы никому уже никогда не отдадим время товарищ девяносто первый год закончился а значит и мир изменился до неузнаваемости конечно даже нас ждут незабываемые тяжелые времена горьких свершений великих побед однако фундамент нашего светлого будущего мы уже сложили уже сейчас впрочем великий солнцеликие руководители вам решать как поступать дальше вы можете играть дальше с 92 года до бесконечности в момент и невозможно закончить игру до перекроить мир так как вы считаете нужно однако тогда вы не сможете добиться ни одного достижения начиная с новой даты в ином случае вы можете положить этому конец просто выбрав правую кнопку закончить игры и перейти к окну итог где будет подведена черта под вашей многолетней работы а также будет описано состояние всего мира на грядущие годы и самое главное вы сможете открыть достижение давайте откроем достижение и для чего мы это сделаем чтобы потом переиграть потому что я хочу как-то надо в общем не не было никому не надо показывать был никому атомное оружие ой ваше авторитарное и жестокое правление наряду с активным вмешательством международные события привели к нешуточной истерии на западе американцы звали срочное заседание совбеза оон где объявили об ущерблении на смешивость нашей стране активном производстве химического оружия активной разработки ядерного оружия и существования авторитарного мафиозного управления с массовыми репрессиями неугодных на данном заседании единогласно было принято решение о вводе бесполетной зоны и утверждение массовых санкций как следствие этого профессионализированная западными спецслужбой оппозиция начала вооруженное восстание в стране к ней присоединились бомбардировщики авиацената правящий римпал и страна веркнулась на демократические позиции в тысячном году вступив в европейский союз и нато милье при попытке бегства был схвачен и изолирован в одиночной камени а затем повешен народным трюбаном остальные были позажены в тюрьму на разы сроки но в 17 году получили амнистию по состоянию здоровья да конец конечно странный как-то почему не защитились атомным оружием вопрос конечно же да интересно ладно это пусть серия будет короткая из тут же после этой серии начнется новая серия в которой мы наконец-таки ну что мы сделаем кстати говоря в следующей серии я думаю мы ну приложим все усилия для сохранения сср ну что ж дамы и господа спасибо за просмотр оценивайте видео оставляйте свои комментарии буду рад их все прочитать спасибо за просмотр всего наилучшего может дать и стр было развалиться не знаю не знаю не знаю не знаю посмотрим ладно спасибо за просмотр в общем